Всем привет! С вами снова Добромакс и мы продолжаем проходить замечательную игру Черное зеркало Ну и в общем-то напоминаю, что в прошлой серии нам таки удалось усыпить Кочегара И по большому счету мы даже познакомились кое с кем здесь, а именно с Ральфом Ему нужно помочь найти его мистера Баби Это видимо его кукла, голову, которую мы уже с вами обнаружили Но по всей видимости, если мы дадим ему только голову, он настолько расстроится, он и так-то печален Так, вот еще одно мусорное ведро А тут совсем расстроится Видимо, нам нужно рассмотреть все мусорные ведра в округе Вообще, я не думаю, что Кочегар мог что-то такое сделать Потому что, несмотря ни на что, он кажется мне, правда, относительным, но добряком Надеюсь, он не проснется, пока я не войду внутрь Надо поторопиться, доктор скоро вернется Так, ага То есть, получается так, что... Каменный уголь, больше ничего В куче угля что-то лежит Ну, все понятно Это как раз то, что доктор прописал в прямом смысле слова Так, ну их надо скрепить булавкой, по всей видимости, да? Да нет Так, веревка Шпилька слушает почти так же хорошо, как и иголка Честно говоря Здесь надо определенный навык все-таки иметь Бабби Ральфа исцелен Ну что ж, давайте вернемся в палату И порадуем Ральфа Теперь он будет очень весел и обязательно расскажет нам о судьбе здешних обитателей Отлично Ральф, с мистером Бабби снова все в порядке Вот он Как хорошо Я рад, что... что он здесь Снова со мной Мистер Бабби тоже очень рад Спасибо, Самуэль Вы очень добры Теперь я должен поговорить с мистером Бабби Я его так долго не видел Погоди, Ральф Ты обещал помочь мне, если я разыщу мистера Бабби? Но сейчас я хочу немного побыть наедине с мистером Бабби Ну я так думаю, что кричать на него тут совершенно бесполезно, на мой взгляд Тут хоть закричись, тем более В общем-то нас могут легко обнаружить, поэтому... ну что ж... Ральф, мистер Бабби грустит из-за того, что ты не хочешь мне помочь Спроси его А... да... да... мистер Бабби говорит, что он тоже будет вам помогать Мы с мистером Бабби поможем вам Ральф, ты знаешь кого-нибудь по имени Джеймс? Да... да... Джеймс... а... м... мой друг... и... и мистер Бабби, да... тоже Мне нужно узнать, в какой палате его держат Р... рядом с Амной, за следующей дверью Но Джеймса сейчас нет Я знаю, ты не знаешь, где они держат ключ от его двери? Это где-то поблизости, может, в одном из кабинетов? Не... не там Все к... ключи находятся у... у... у доктора Смита К... который охраняет нас Ты в этом уверен? Да... когда... мы... выходим в коридор Он... всем... нам... открывает... двери Но я... не... не думаю, что он... да... даст вам ключ Он... о... очень строгий Это не имеет значения Черт, Смит возвращается Нам лучше прекратить разговор Продолжим потом П... потом? Хорошо, Сэм? Итак, ключи у доктора Как же мне их получить? Ну... можно... Я не могу пойти назад Доктор может вернуться Так, палата Джеймса У нее мы проникнуть точно не можем Палата заперта Ну и раз нам нужно в любом случае получить ключи Так считает Сэм Соответственно, использовать для этого небольшой нож нам вряд ли нужно Совершенно верно Решетка Что же здесь можно придумать? Доктор там Ограждение очень прочное Я не могу ничего с ним сделать голыми руками Это все понятно, что голыми руками здесь действовать не получится Но тем не менее Можно, конечно... Воды здесь нет Я-то думал, что... Да... Я-то думал, что здесь нужно устроить небольшой переполох Но с другой стороны... Каким образом нам это поможет? Это отвлечет, конечно, доктора Но мы же находимся тоже здесь И включая, не включая свет, он все равно... Ага... Все равно заметит Так... И... Собственно, что нам это дает? Так... Так... Интересно... Зачем-то нам нужна эта проволока Так... Так... А где она, собственно, у нас оказалась? У меня есть идея Нужно просто включить рубильник А... Никто не заметит Мне нужно как-то привлечь внимание Просто включить рубильник Зачем? Ограждение очень прочное Я не могу ничего с ним сделать голыми руками Просто включить рубильник А... Как? Фантастика Да, друзья... И я-то думаю, что, скорее всего, если бы мы с вами попробовали сдернуть провод, когда рубильник был включен, то 100% нам бы от этого опять не поздоровилось Нужно привлечь внимание Нужно просто включить рубильник, а он, к сожалению, никак не хочет включаться То есть мы протянули провод от рубильника к решетке Зачем мы это сделали непонятно, тем более рубильник сейчас не активен Так... Так... Да нет, это глупо Я не могу пойти назад, доктор может вернуться Плитка расколотая нам тоже в этом не помощник Да как же рубильник-то включить? Так, ну... С Ральфом мы опять говорить не можем Да... Интересно, вот мы привлечем внимание, соответственно, при помощи того, что включим рубильник и подадим ток на решетку Интересно, а никому в голову не придет, что, в общем-то, при запертых палатах Здесь их вообще можно палатами назвать Кто-то это сделал И мне кажется, сразу будет очевидно, кто Единственный посторонний здесь это Сэм Что же здесь надо сделать? Хм... Просто включить рубильник Как? Ну, там есть, конечно, внизу электрощит Может быть, нам сначала в электрощит нужно влезть Но... Мы помним с вами, какая печальная история нас в прошлый раз ждала Привлечь внимание Я как будто слышал эту мелодию раньше Нам это ни к чему Письмо Так... Ну, давайте все-таки попробуем шкатулку, что ли Фантастика Я должен спрятаться Эй! Что здесь происходит? Сюжет для достойного фильма ужасов, друзья В психиатрической лечебнице вдруг на втором этаже начинает играть музыкальная шкатулга Каково? Да... Шикарно Он упал! Вы видели, мистер Бабби? Ха, ха, ха... Ха, ха! Надеюсь, я не ранил его Хех? А, Сэм, ты скорее всего его убил Думаю, с ним все будет в порядке Ну хорошо, да это бог Ключи от палат Неужели нельзя было что-нибудь по миролюбивой использовать для того, чтобы справиться с доктором Сейчас еще, друзья, знаете, остается открыть все остальные палаты и выпустить умалишенных на свободу Ужасное место! Нормальный человек здесь и месяца не протянет Нужно осмотреть палату, пока меня никто не заметил Вот это рисунки на стенах, друзья, вы видите, да? Рожицы, нарисованные углем Ну не просто рожицы Один из странных рисунков Джеймса Этот рисунок помят, будто кто-то выбросил его, а затем снова повесил на стену, попытаясь сорвать его Угу, ну это очевидно Какое-то отверстие в стене А это как раз Ральф, да? Я правильно понимаю? Ральф, ты меня слышишь? Да, Сэм, я слышу Глаза Хорошо, мы можем поговорить? Вы нашли для меня, мистера Баби Значит, теперь мой друг Я очень люблю друзей, вы знаете это? Ээээ, да Так, а это всё, о чём вы хотели поговорить с нами, сэм? Расскажи мне о Джеймсе Ты знаешь, почему он убежал? Ага Я-да, да Думаю, ему здесь больше не нравилось И ещё Он очень боялся Чего он боялся? Я могу сказать вам, но вы ведь никому не скажете Я не скажу, Ральф Он боялся главврача Я тоже боюсь главврача Но Джеймс был напуган до смерти Почему он так его боялся? Он Однажды ночью он пришёл к Джеймсу И они очень долго разговаривали Я подслушивал через эту дыру Главврач кричал на Джеймса Ты слышал, о чём они говорили? Может быть, я не знаю Ты должен был что-нибудь слышать Только пару слов Правда Что-то о каком-то Вильяме и замке Я больше ничего не могу вспомнить Я был одна пуган Хорошо, Ральф Вероятно, Роберт поссорился с Джеймсом из-за возможного возвращения в замок Почему Роберт не позволял ему вернуться домой? Ты сказал, что боишься главврача? Да, да, очень Он не хороший человек, сэм Почему ты его боишься? Он часто кричит на нас И очень строгий Но больше всего я боюсь его ночью Иногда он заходит в наш палат И тогда что-то с кем-то происходит Поподробнее Однажды ночью он приходил ко мне Он дал мне какое-то лекарство И после этого я стал очень слабым Он сказал, что даст мне его еще раз Если я кому-нибудь об этом расскажу Вы ведь не скажете ему, что я вам об этом рассказал? Я ему ничего не скажу Не знаю, смогу ли я перенести это лекарство еще раз Когда ты в последний раз видел главврача? Я думаю, тогда, когда он кричал на джеймса Я не видел его ни в следующую ночь Не на следующий день Надеюсь Он уехал надолго Почему Роберт по ночам тайком давал больным лекарства? Наверное, он что-то скрывал Да тут черт ногу сломит, друзья Потому что на самом деле Если бы не таинственная предыстория всего происходящего То я бы нисколько не удивился Что подобного рода опыта проходит в подобных местах Так, рисунок какого-то здания Здание или башня Давайте-ка мы, так как есть определенные проблемы Картина, которую написал Джеймс Нет, посмотреть не получается Но я надеюсь, друзья, что вот в принципе Здесь довольно-таки хорошо видно Что это некая башня И здесь два Старых дерева рядом с ним Отвратительно Здесь действительно ужасные условия Не думаю, что хочу знать, что в нем Страницы из разных книг Даже из Библии Некоторые абзацы зачеркнуты А другие аккуратно подчеркнуты То есть с чем-то Джеймс соглашался, а с чем-то нет В матрасе дыра Вокруг нее все сгнило Торчит клочок бумаги Попытаюсь его вытащить Это какая-то надпись 25 февраля Уильям должен знать, что со мной все в порядке Ничего плохого больше не случится Только голоса Я их не понимаю Как бы я хотел, чтобы они оставили меня в покое Они не уходят из моей головы Даже когда я их умоляю Я много рисую по вечерам Это помогает заглушить их шепот Мазки моей кисти В конце концов Четким изображением Я о нем даже не думаю Как будто кто-то управляет моей рукой 27 февраля Мне нужно как-то увидеть Уильяма Прежде чем меня окончательно поглотит это место Когда мы встретимся, я все ему расскажу Уильям должен знать обо всем том зле Которое причиняет нам здесь Роберт Я должен придумать способ дать ему об этом знать Как-нибудь доставить мои записи в условленное место Но что, если мое письмо обнаружит Роберт? Я должен быть очень осторожным К счастью, ему никогда не приходит в голову заглянуть сюда Даже когда он проходит мимо 2 марта Роберта сегодня целый день не было видно Ральф тоже не видел его Это хорошо Это очень хорошо Надеюсь, он там и останется Где бы он ни был 8 марта Уже прошло 10 дней с тех пор, как я отправил письмо со старым Ворденом Почему Вильям еще ничего не предпринял? Получил ли он мое письмо? Не знаю, сколько еще я смогу оставаться в этом месте Ну, как я уже говорил, друзья В принципе, в подобного рода бумагах не было бы ничего странного, если бы не предыстория Хорошо Попался Я знал, что за побегом кто-то стоит Вы меня слышите? Я вернусь через минуту И вам придется кое-что объяснить Доктор, вероятно, пришел в себя Мне нужно убираться отсюда, пока он кого-нибудь не позвал Мне не очень хочется объяснять Зачем я его оглушил Это все понятно У нас же с вами ключи Пара карандашей и несколько чистых листов бумаги Ничего интересного Ничего интересного, но... Тем не менее Куда мы делим? Ключи остались в дверях, что ли? Щеколда закрыта Отсюда я ничего не могу с ней поделать С этой стороны двери нет замочной скважины Ммм, все понятно Поломан Единственная лампа над дверью Так, ну... С Ральфом поговорить, что ли? Ральф, ты меня слышишь? Да, да, сэм Я вас слышу Ральф, когда Джеймс планировал побег, он говорил с тобой об этом? Да, да, сэм Он упоминал, как он собирается бежать? Да Расскажи мне об этом Но я не могу Не могу этого сделать Я обещал Джеймсу, что никому об этом не расскажу Ну и давайте продолжать нашу политику общения с Ральфом Ральф, Джеймс также и мой друг, понимаешь? Я знаю, он сам бы мне об этом рассказал, если бы был здесь Я... Хорошо Я думаю, что могу рассказать вам Мистер Бабби тоже согласен У Джеймса был лаз под кроватью Да, лаз Под кроватью? Да, точно Вы обещаете, что никому об этом не расскажете? Не бойся, Ральф Мы с мистером Бабби доверяем вам, сэм Могу я пойти поговорить с мистером Бабби? Ему грустно одному Хорошо Единственное только что, конечно, я очень-очень рад, что нам придется бежать через кровать А не через какие-то другие предметы Мне нужно уйти, пока меня никто не заметил Я вернусь позже, когда все успокоится Сейчас мне лучше уйти Не могу не согласиться в этом с Сэмом И предлагаю, в общем-то, уже в следующей серии Разузнать, что же нам делать дальше И понять, куда делся Роберт Мы, конечно, вернулись не солоно хлебавше Но, тем не менее Что ж, друзья Напоминаю, что с вами был Добро Макс Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Увидимся в следующей серии Всем пока